МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чебоксары – это ваш город, вам не безразлично, чем живет в столице Чувашии. Вы хотите быть в курсе всего, что происходит в городе, и знать, чем занимаются чебоксарские депутаты? Тогда не переключайтесь. Обо всем этом в ближайшие минуты расскажу вам я, Ольга Пырочкина, в эфире программа «Местное самоуправление». Платить или не платить зарплату – вот в чем вопрос. На какой основе будет работать новый глава города Чебоксары? День депутата, о чем спрашивали избиратели народных избранников. Год в депутатах, что удалось изменить Наталье Ванеркиной в своем округе с момента избрания. Когда Леонид Черкесов ушел в Государственную Думу страны, вокруг должности главы города Чебоксара разгорели страсти. Речь же даже не о том, кто займет кресло градоначальника. Дело в том, что часть депутатов считает, что глава должен работать на непостоянной основе. Мнения разделились о том, как принимали решение, чьи аргументы оказались сильнее, чем в итоге. Все закончилось? Об этом расскажем далее. Перевод должности главы города Чебоксара на непостоянную основу означает следующее. Градоначальник не будет получать зарплату, зато помимо городских дел на законных основаниях сможет заниматься чем-то еще, например, своим бизнесом. А таковой имеется почти у всех депутатов ЧГСД, из числа которых и выберут нового мэра. Впрочем, мнения разделились. Инициаторы и сторонники таких изменений в столичный устав приводили в качестве основного аргумента экономию бюджета – порядка двух миллионов рублей в год. Противники задавались вопросом, как можно совмещать управление городом с чем-то еще. А если все легко можно успеть, то чем же тогда занимался Леонид Черкесов на публичных слушаниях? По этому вопросу было жарко. Когда вы после 8-часового рабочего дня приходите в какое-то учреждение и сидите там до 12, а то и до часу ночи, исполняя какие-то другие обязанности бесплатно, будете вы это делать хорошо, будете вы это делать качественно и ответственно? Естественно, нет. Есть структура администрации, которая отвечает за городское хозяйство, которая отвечает за образование, за социальное направление и так далее. В том числе и есть глава администрации города Чебоксары, который отвечает за работу городского хозяйства в целом вместе со своими пятью заместителями. Даже после публичных слушаний и многочисленных обсуждений на комиссиях перед принятием решения народным избранникам было что сказать. Я глубоко убежден, что, как и большинство присутствующих, нам недостаточно аргументов для того, чтобы высказаться там за или против. Но я не верю в альтруизм, я не верю в филантропство. Если мы говорим о том, что будет допущена экономия в размере ежемесячного жалования этому главе, тогда давайте пойдем дальше, разовьем вот этот аргумент, что давайте сократим тогда аппарат на его содержание, давайте вычтем все расходы на его содержание. Лично мое убеждение, что надо делать, совмещать главу города с сети менеджером или главу администрации, и это выбирать этого человека, чтобы был выбор не только из числа депутатов. И надо дать возможность выбрать вообще всеобщие выборы, прямые сделают. Ту позицию, которую сегодня мы заняли и, в принципе, для себя уже определились, думаю, надо поддержать. Правильно сегодня было сказано, форма может быть разная, работать, но главное дело, чтобы цель была достигнута. Цель у нас одна – развивать наш город, благоустраивать его. Судя по результату голосования, позицию последнего оратора разделяет большинство. Кто за то, чтобы принять решение в целом? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Два. Кто воздержался? Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть воздержалось. Решение принимается. Итак, будущий глава города, которого выберут в ближайшее время, будет работать на непостоянной основе. А теперь про День депутата. Нет, я не буду вам рассказывать о том, чем занимаются народные избранники с рассвета и до заката. Так называются специальные дни, в которые депутаты встречаются с избирателями, принимают их обращения и отчитываются перед ними о проделанной работе. Мы побывали на встречах троих депутатов с избирателями и собирались составить своего рода рейтинг обращений. Затея провалилась. Почти все обращения оказались в благоустройство и ЖКХ. Я жительница дома Хузангай-10, корпус 1. И во дворе вот у нас четыре дома Хузангай-10, Хузангай-10, корпус 1, 9-й пятилетки 5. У нас, конечно, плачевная ситуация. Стоит две ржавые горки. Ну, там есть еще такая каруселька. Ну, детей очень много. Хотелось, конечно, детскую площадку. Говорит, что будет еще мини-спорткомплекс. Я знаю, это уже для меня большая главная боль. Поэтому, на самом деле, это включена программа, до сих пор стоит. Но, к сожалению, на этот год не успели. Финансирование не закончилось. В следующий год обязательно. Где-то нужен бюджет, а где-то просто серьезный разговор с исполнителем работы. У нас ремонт был тепловых сетей. Они разрезали нам, где ковры с сушим железки. Они стоят вон. Скоро утащат. Потом качели. Сколько уже писем написали, все без толку. Проблемы, как всегда, одни и те же. Видят, что у нас город развивается. Везде красиво. И вот хотят, давайте нам тоже, чтобы у нас было красиво в нашем дворе. Чтобы детская площадка стояла. Чтобы спортивная там площадка стояла. В первую очередь, сейчас запланированы детские площадки. У нас вот надо доделать то, что мы обещали по наказам. Потому что были наказы из-за избирателей. И вот мы будем эти наказы выполнять. И детские площадки, и тротуарные части. В избирательном округе номер 10, где преобладают старые панельные дома, интересовались в основном капитальным ремонтом. Наш дом включили в программу. И решили провести ремонт дома в 2016 году. Но нас исключили из этой программы в связи с тем, что якобы низкая собираемость средств. Где? Вот я хочу задать вам вопрос. Если это общий котел, почему нас исключили? Это не спецсчет, да? Это первое. На каком основании? 90% должно быть сбора взносов. Не меньше этого. То есть все должны платить. А если дом, у которого 90%, а у другого 7,7%, конечно, тот, кто 90% собирает, он будет в первую очередь отремонтирован. У нас вот есть шумилов 6, у них 90%, но и то его не включили в 2016 год, только на 2017 год переносим, потому что есть еще и другие показатели. Сейчас я постоянно, в общем-то, на контроле держу данный вопрос, потому что мне хочется на одном доме посмотреть, как будут рассмотрены документации, какие аргументы, те или иные будут применены. Вопросы ЖКХ разбавило обращение к депутату Алексею Шурчанову. Один из избирателей утверждает, в учебных заведениях Чувашии неправильно используют видеопроектора. Это не только не прибавляет знаний, но и отнимает зрение. Не соблюдаются расстояния между проектором, экраном и глазами зрителей. Нарушается световой режим. Дело в том, что у нас страшные нарушения санитарных правил, санпина, в школе, это в области работы сэропроекционного оборудования. У нас ставят в упор 3-4 метра, дают полную мощность, окна прикрыты жалюзиями, у нас получается отвратительное изображение. Вопрос сложный требует изучения специалистами нормативной литературы. Если факт подтвердится, следующий шаг – контролирующие органы. Ну а в целом тема обращений, как у всех. Все приходят с проблемами. Естественно, это ЖКХ, это повышение платежей. Это также нужно вести разъяснительную работу по капитальному ремонту, потому что до сих пор действует уже долгое время закон по капремонту, но люди все равно еще не понимают его механизм. По всем обращениям я стараюсь, чтобы их не затягивая, если это возможно решить на месте, позвонить определенному чиновнику, который может разъяснить либо этот вопрос, либо помочь, мы, естественно, это сразу делаем на месте. Если требуется написание депутатского запроса, готовлю депутатский запрос. Об обращениях граждан не только. Продолжим говорить с депутатом Чебоксарского городского собрания Натальей Ванеркиной. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот как видно по предыдущему сюжету, все-таки основная тема обращения граждан, это, конечно, благоустройство. Вот у вас в округе как? Так же? С чем обращаются? Да, это наиболее такая актуальная тема. И скажу сразу, когда мы встречались с гражданами и в рамках предвыборной кампании, которая проходила в 2015 году, очень было вопросов много, что касается парковок, мафов, игровых площадок, и, конечно, желаний и возможностей, потребностей очень много, да. И мы все эти вопросы обобщили, и, соответственно, уже четко распределили план работы на ближайшие три года, что мы установили в 2016 году, что в следующем году, и что в ближайшей перспективе. У нас там на округе был один жилой дом, который очень давно хотели играть в площадку, и мы на 1 июня эту площадку все-таки установили, ну как при поддержке администрации города, естественно, да. И когда есть обратная связь от жителей, и когда есть слова благодарности, это очень приятно. Прежде чем дальше продолжить говорить о результатах, давайте напомним зрителям, какой у вас округ. Третий избирательный округ – это Новоюжный район нашего города Чебоксары. Если обозначать территориально, примерно это ориентировочно этот магазин. Это «Шопашкар», больничный комплекс, магазин, торговый центр «Мадагаскар», и даже есть на проспекте «Мира» 8 жилых домов. Ну, большой округ. Да, территория округа 17,5 тысяч жителей. Вот вы же сказали, да, удалось сделать детскую площадку. Что еще удалось сделать из того, с чем обращались люди? Ну, знаете, я как мама, как женщина, да, в первую очередь, очень было важно, когда встречалась с мамочками, во дворах общались, и очень многие обращались с просьбой организовать ближе к дому пункт выдачи молочной кухни. Ну, для тех, кто не знаком с этим вопросом, когда мама сидит в декретном. Это очень важно, когда ребенок получает, во-первых, полноценное питание, весь срок реализации этой продукции молочной кухни очень ограничен в течение двух суток. И пункты выдачи, они все-таки имеют тоже ограниченный период времени. И этот вопрос удалось решить уже в этом текущем году. На территории нашего округа, в третьей городской больнице такой пункт уже работает. Вот что первым стоит в списке первоочередных дел? Что дальше будете делать? Может быть, какой-то объект, адрес? Ну, знаете, здесь, конечно, много направлений. Вопрос ЖКХ – это очень актуальный вопрос. И, конечно, идет распределение. Вы знаете, даже когда мы встречались с жителями, жители просят хорошие дороги, подъездные пути, чтобы организовывать. Это, конечно, очень важно. И это то, что видно прямо на лицо. Еще вопросы, конечно, такого социального характера. Вопросы я немного затронула. Оказывается, у нас есть и разные категории граждан. Есть и категория граждан, которые без определенного места жительства. И я вот сама даже узнала, что на территории нашего округа, Чувашская епархия организовывает пункты питания для такой категории жеграждан. И, конечно, это такой вопрос злободневный. Ну, тоже в этом направлении можно что-то сделать. Да, наверное, пока этот вопрос тоже обозначен. Но пока в этом направлении какая-то политика не организована. Но, тем не менее, это уже вопрос обозначен. Когда жители обращаются с разными вопросами. Те же самые питейные заведения. Потому что есть хорошие кафе, которые, как сказать, соблюдают... Ну да, все норма. Есть разливайки, так называемые. Да, есть такие так называемые разливайки. И вот на территории нашего округа. Но вот я их насчитала 11 штук. Да, и они сосредоточены в одних тех же местах. Этот вопрос тоже актуальный, с которым мы будем работать. Ну, с ними, да, видимо, что-то на законодательном уровне надо сначала делать. Да, в первую очередь, таким образом. Ну, тоже предусветили немножко мой вопрос. В сентябре исполнился год, как вы стали депутатом. Да. Вот тоже итоги. Как себя чувствуете в роли депутата? Какие итоги для себя можете подвести? В чем, может быть, недоработали, а в чем можете похвастаться? Ну, хвастаться, на самом деле, так прямо уж ярко, наверное, нечем. Вот я уже обозначила какие-то пункты по поводу молочной кухни, да. И все-таки я, так как, еще раз отвечу, что я, конечно, не говорю, что это гендерный принцип, он доминирует. Но так как я женщина, и все-таки я беру на себя больше социальные вопросы и вхожу в комиссию по социальным вопросам. Совместно с комиссией мы выезжаем в разные рейды, посещали аптеки, контролировали. То есть в период эпидемии гриппа, чтобы и масочки были, и чтобы средства и ценообразования было соответствующее. Чтобы не было тех же самых, так называемых, продаж фанфуриков, да. А потом вопросы посещения детских садов, школ с проверками, также со смежными. Роспотребнадзов, ветеринарная служба, управление образованием с проверкой. То, как наших детей кормят, то, насколько правильно организовано хранение. И в процессе вот этих проверков какие-то вопросы обозначаются, да, и начинаем уже двигать эти вопросы и решать. Ну, думаю, что здесь и запалы, и работа еще на четыре оставшихся года созыва хватит. Да, работы много, самое главное, чтобы хватило времени и сил на эту работу. Согласна. А вот какие вопросы сейчас стоят на повестках дня? В комиссиях депутатских, на заседаниях, да? Какие сейчас задачи, проблемы у города, что обсуждаете? Ну, у нас вообще работает шесть комиссий, я вхожу в две из этих комиссий. А, правило, это вопросы текущего характера. Что касается, предположим, ну, последних вопросов, сейчас мы готовимся, ну, как сказать, город готовится, да, к зимнему отдыху, к зиме, да. Конечно же, это вопрос благоустроится само собой. Ну, также организация катков для того, чтобы, и ведь действительно очень много сделано уже в городе, чтобы в рамках доступности для жителей каждого микрорайона были организованы катки, пункт выдачи, впрокат коньков. Для того, чтобы, ну, эти же катки надо еще и обслуживать. Лыжные трассы, чтобы были организованы. Ну, это что касается, потому что, ну, спорт, он очень важен для нашего здорового образа жизни. Соответственно, вопросы благоустройства чаще всего. Ну, да, город, поскольку, видимо, к Новому году, да. Готовят, чтобы жители не на диване проводили. Да, и вопросы, значит, там, вот, тех же самых объектов, спортивных объектов, да. То есть все это обсуждаем. Одно из направлений тоже вашей деятельности – это женсовет. Вот в республике сейчас уже, даже не обсуждать, уже принят, уже обозначено, что следующий год будет годом отца и матери. Как вы думаете, что здесь государство, город, да, может делать, чтобы вот укрепить институт семьи? Ну, и скажу так, что уже в течение вот этого года, когда, да, как депутаты, ранее, как занимаясь общественной работой, в рамках женсовета мы посещаем, ну, это, наверное, громко сказано, что мы проводим уроки, да. Но мы приглашаем соответствующих, как сказать, консультантов, встречаемся с девочками и ведем беседы на разную тему характера. Мы поняли, что этот вопрос очень актуален, потому что если, ну, ранее, когда вот я учила в школе, у нас был предмет этика и психология семейной жизни, да, а на сегодняшний день зачастую подросткам не с кем посоветоваться, не с кем поделиться, задать вопрос. Вот эта обратная связь, она очень необходима. И, конечно, считаю, что культ семьи, то, как, насколько воспитание детей, все-таки и девочек, и мальчиков надо воспитывать. Ну, вот, Наталья Николаевна, вы прекрасная женщина, мама. А вот о чем вы мечтаете, как депутат в горсобрании? Как депутат? Да. Может быть, для города, да? Вы знаете, самое главное, хочу, когда вот пять лет закончится моя работа, чтобы я могла с гордостью подвести итоги. Пока вот таких, наверное, громких итогов их, наверное, нет, они есть маленькие, но маленькими шажками, я думаю, достигнем большого успеха. Я напоминаю, мы беседовали с депутатом Чебоксарского городского собрания Натальей Ванеркиной. Это была программа «Местное самоуправление». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова